Ну что ж, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Фант, с вами Иксмаскап, ну и собственно с вами два коллектива. Посмотрим давайте по турнирной таблице, как эти коллективы у нас добирались. Собственно команда АУ и команда АСКК. Так, ну команда АУ сыграли против команды Фокс, победили их 1-0, далее они продвинулись, сыграли против команды КТ, ну и теперь они встретились с командой АСК. Ну собственно теперь посмотрим, как шла команда АСК. Играли они против белорусов РН, далее они сыграли против команды Клипб, и теперь, соответственно, они встретились против команды АУ. Ну а победителя этой пары ждет встреча против команды либо Котятко, либо против команды РАШ-3Д. Да, ну и хотел бы сказать, что ребята стартнули 4 на 5. Так получилось, что один человек не смог загрузиться. И судя по всему, ребята не захотели получать тех лоус и решили играть 4 на 5. Ну, как мы с вами знаем, папочки тащатся и в соло, так что 4 на 5 можно победить. Хоть и будет это сделать очень и очень тяжело. В банах у нас находится Войт, Феникс, Банша и Бруда. Ну вот только недавно добавили у нас Феникса и Бруду, как их сразу же стали банить. Ну, на мой взгляд, это не те герои, которых стоит банить. Ну, Феникс еще возможно. Такой довольно-таки неприятный герой, но Брудмазер. Чтобы ее банить, точнее, чтобы ее пикать, на ней прям надо очень-очень хорошо играть. Знаете, все тонкости, все нюансы. Довольно-таки тяжелый герой. Так, ну и собственно, в пике у нас Огрмак Сварк. И Силы Света забирает Эс Шейкера. И Аппарата. Довольно-таки хорошая связка героев, что у одних, что у других. Ну, вот, например, у Силы Тьмы один из лучших саппортов. Это Огрмак. Сейчас просто один из топовых. Да, небольшие технические проблемы у игрока были. И играть 4 на 5. Вот, а у Сил Светы ЕС плюс Аппарат. Если хорошо комбинировать, то есть кладется фиссура туда, уже залетает. А из Бласт, то можно почти полкоманды убить. Ну, плюс, если у Шейкера будет Даггер, если они с Аппаратом будут проворачивать хорошие тим-связки, то даже Огрмак, один из жирных саппортов, будет погибать. В бан у нас справился Мипа. Не знаю, с чем связан бан Мипа. Видимо, решили, что раз их четверо, то они будут играть на Мипосе. Будут брать количество. Также в бане у нас Тейдхантер, Вайпер и Разор. Ну, в принципе, Разора можно было и самим забрать. То есть Шейкер Аппарат. Разор это жесткая трепла. Ну и, судя по всему, у нас будут дабл-линии. Все-таки не стоило забирать тогда команде двух саппортов. Надо было взять одного фул, скажем, Вингу, ну, либо же из Шейкера делать фул-саппорта, хотя это, конечно, не очень хорошая идея. И ставить три саву-линии. Так, ну, теперь выбор за Локеном, капитаном команды. Кто же это будет? Ну, нужен рейндж-саппорт. Возможно, Скаймак. Может быть, ТХД. В принципе, выбора много. Но пока что решили взять в харду Кентавра. И не париться. Ну, почему бы и нет? То есть, Кентавр довольно-таки плотный герой. Он будет терпеть. Будет впитывать. Ну, и рано или поздно он сделает себе дайгер плюс пайп. И, соответственно, он будет очень и очень полезным. Так, ну, залетает у нас Клакверк. Так, ну, пока что у Силы Светы никто не бьет с руки. А вот их противники уже свои карты раскрыли. То есть, тут... Ну, не до конца, конечно. Тут Скарг может и в миде стоять. Скарг может и фармить. Так что... Посмотрим, что будет. Ну, сейчас должны забрать саппорта. Ну, вот он, Джекира. Тот рейндж-герой, который будет гонять хардлайнера. Ну, теперь ответ. Ответ за ССЛ. Ну, им кого не хватает? Им не хватает героя, который бы бил с руки. Кто это будет? Это будет Эмбер Спирит. Ну, еще... Можно добрать... Скажем... Шторма какого-то в мид. То есть, поставить либо Эмбера фармящим, либо Эмбера в мид. Но это уже отыгрывать. Где будет ставить, скажем, Шторм. То есть, нужен герой. Который бы помогал Эмбер Спириту. Который бы так же быстро цеплял, как... Этот огненный дух. То есть, пока что... У Сил Света пожестче пик смотрится. Но в плане инициации. То есть, и Кокерк далеко залетает. И Фиссура имеет большой рейндж. Плюс Эмбер Спирит. Может так же далеко... Залетать и цеплять. Ну да, 4 на 5 это не очень. Тут я с вами соглашусь. Все-таки хотелось бы видеть именно дотку 5 на 5. Так, ну в бане у нас... Вивер в бане у нас тролль. Ну и остается по последнему пику. Ну не хватает. Что-то мне подсказывает, что все-таки не хватает именно в мид героя. Милишников хватает. То есть, стоит задуматься... О дальней дистанции. Выбора, конечно, здесь много. Ну, пока что думают. Потратили они основное время. Пошло дополнительное. Локин задумался. Отличный ник у пацан. ДЦП пацан. Ну и, собственно, составы. Санячи. Локин. Продиджи. ДЦП пацан. Ан. Левинуш. Так, ну и Квинов Пенна заезжает. Значит, Сварг все-таки будет... Исполнять роль Кэри. Так, ну и теперь... Ответный пик последний. И мы увидим, будет ли Эмбер. Ну, скорее всего, Эмбер должен стоять в биде. Да, конечно, против Акаши ему неприятно будет стоять. Все-таки мало брони. А Акаши все-таки неплохой такой урон. Там около 60 должен быть. Ну и, соответственно, за счет этого Акаша должна Эмбера просто прогнать с линии. Плюс Эмбер спирит милишный. За счет кортика можно его не подпускать к крипам. Так что... Надо что-то менять. Иначе мид будет слит. Ну, либо же просто какие-то четкие ганги от саппортов. И вот. Вот герой, который будет стоять в биде против Королевы Боли. В принципе, почему бы и нет. То есть, показали, кто будет в миде. И сейчас, возможно, немного переиграют. Все-таки Акаши будет тяжело стоять против ОД. Так, ну разбирают героев. Кавалериец. Ипок. СССР. Так, ну и последний. Сейчас, когда заберет, произнесем моего ник. Ну, должен забрать Эмбер спирита все-таки. Ну, вот. На плечи из шейкеров просто вложится вся игра. То есть, от того, как он будет себя вести, собственно, и будет игра. То есть, аппарата у нас не будет. Напоминаю, что игроки играют 4 на 5. Сейчас. А, вот. И единица. Отличный ник. Так, ну, СССР играет на ОД. Эюпок на Кокверк. И кавалериец на Эйс Шейкеры. И единица пока что выбирает между аппаратом и Эмбер спиритом. Так, ну. Команда Сила Тьмы. Санячи на Акаши. Локин на Кентаври. Продиджи на Джакира. ДЦП пацан на Овермаги. И Анлевинуш на Сварке. Ну, Акаши у нас вылетела. В принципе, можно и начать 4 на 4. Итак, игра у нас немного затянулась. Но будем надеяться, что будет все нормально. Так, давайте, ребят, возвращайтесь. Так, ну и хотел бы напомнить, дорогие друзья, что это у нас несколько капов. То есть сейчас у нас первый кап. Далее у нас будет 3-го числа, потом 6-го, 9-го, 11-го, 13-го, 16-го и 18-го. Вы можете регистрироваться абсолютно на любой. То есть если вы сейчас вдруг вылетели, либо наоборот узнали только сейчас, что есть такие турниры, то регистрируйтесь. Все-таки призовой фонд в каждом капе 100 долларов и плюс вы имеете возможность сыграть дальше. То есть вы занимаете первое место и проходите в следующий тур. В следующий тур уже будет так сказать главный кап. Там первое место уже будет 1600 долларов. Ну и собственно там уже призовой фонд будет 3200. Но я считаю, что это довольно-таки неплохой призовой фонд и есть за что побороться. То есть дают молодым коллективам шанс себя показать. Ну и собственно все в ваших руках, все в ваших силах. Так, ну решили забрать эмберспи... у аппарата. Ну не знаю. Может быть аппарат тогда станет фармящим. Выфармим быстрый аганим. Но не знаю, кто здесь будет у нас с руки-то бить. Все-таки бы, на мой взгляд, надо было брать именно огненного демона. Так, ну и судя по всему, шейкер будут фармить. Тут недавно, по-моему, кошку играл на шейкере медовом. Который там уровень на 11, там с руки около 300 демеджа каждые 7 секунд. Каждые 5 секунд наносил. Так что фармящий шейкер это не так уж и плохо. Да, ДЦП пацан играет на угромаге. Так, ну и собственно, кто на ком Акаша у нас будет стоять в миде против дестройера. Но у Акаши будет проблема. ОД будет прятать, ОД будет вырвать интеллект, будет себе демедж повышать, а Акаша будет понижать. Ну и уровни на пятом эта разница уже будет составлять 16 демеджа. Просто 16 демеджа каждые 14 секунд. То есть, два раза спрятал, тут минус 16, тут плюс 16. Это очень много. На топе у нас Хварк отгоняет Кокверка, не дает ему взять руну. Ну, хорошее решение. То есть, примерно они понимали, что где-то здесь стоит Кокверк. Возможно, даже видели раз, пару ударов сделали. И не дали подойти и посмотреть. Даже не оставили возможности забрать руну. Так, ну и снизу у нас руна богатства до С-Шейкера. И С-Шейкер как-то не так идет. Если бы стоял какой-то Вижен, то есть, здесь бы либо здесь стоял бы Вард, то можно было бы по спине надавать С-Шейкеру. Так, ну и добра у нас в виде Джакира и Кентавра. У Джакира проблема, Джакира сейчас примерзет. Но здесь Шейкер не может определиться, с какой стороны ему подойти и ударять дракона. Выгрызает себе путь, хочет жить, ну и возможно ФБ да. ФБ достается единички и браво. Браво аппарат, браво Шейкер, который провожил грамотнейшую фиссуру, провожил путь, но единственное, что он метался туда-сюда, маленько не мог определиться, но в итоге получилось, что он забрал ФБ и еще даже придержал удар. Так, ну и в миде Акаша. 4-2. Ну да, поначалу, конечно, ОД не сильно может наглеть, точнее, не сильно может добивать, то есть разница пока что всего лишь 10 урона. Это такое. Так, ну и неожиданный ФБ, неожиданный для Продиджи. Все-таки не ожидал такого поворота событий. Так, в миде у нас размен ХП, Акаша тоже сделает килл. Ну, килл достается Акаше, байбэк, рейдж байбэк от Дестройера, но на что он рассчитывал, не знаю, сейчас он хотя нет, я думаю, еще несколько минут, секунд не пофармит, хотя прилетел уже этот датчик спал. Так, ну, не рассчитал немного своих сил. В принципе, шанс был убить. Небольшой, если бы, скажем, там всегда максимальный дэмэдж ему вкатал, то, возможно, Акаша бы и отъехала. Купили ему телепорт, продал, по-моему, ветку, и хватило ему на боттл. Снизу, как вверх. Хорошие коги поставил, лыжи к ману. Так, ну, кооптерку здесь помощи не стоит ждать. Все-таки аппарат это не тот герой, который может прийти и убить. Да, хотя сейчас он, когда взял инвиз, возможно, если с ОДС комбинируется, но здесь надо все четко сделать. То есть, только спрятал, надо же сразу давать коутфит. Так, Акаша начинает драться, блинкается, но это проблема. Это она поспешила. Ну, конечно, она не видела здесь аппарата, но блинкаться вперед, когда аппарата нет на нижней линии. Ну и плюс ко всему, что крипы где-то здесь примерно находились. они бы пришли до этой точки очень быстро и там бы еще неизвестно кому бы надо бы убегать в сторону базы. Так, ну Акаша, кстати, Максит Даггер, Шэдоу Страйк, мы видим, решил, что надо как-то гнобить здесь у нас ОД, и это у него получится через кортик. Так, снизу проблемы у Шейкера в начале были, но оказалось, что проблемы у полуконя получеловека. У Кентавра Кентавр погибает, грамотно здесь единицы расправился, положил он в очередной раз хорошую фиссуру, под Тауэром оказался Кентавр, и, соответственно, он погиб. Здесь у нас выход на Джекира, Джекира, еще пару ударов надо сделать, еще один удар, и Продиджи отправляется в таверну. Ну что же, 4-1 счет, это, конечно, все хорошо, но вот в Гойте все-таки у команды Сил Света будет очень и очень мало шансов. Все-таки как 4 на 5, ну плюс сурки здесь единственный, кто будет бить, так это Шейкер, и то раз в 5 секунд. Так, ну и вся стратегия заключается в том, что у всех есть магический рассказ. Ну, здесь ОД, в принципе, своим Арканом бьет магией, Ультой он бьет магией, здесь Кокир также в основном бьет магией, ну и так получается, что если соберут БКБ, тот же Скварк, тот же Кентавр и Акаша, их, в принципе, уже здесь нечем будет убивать. Так, тут Кортик засадил Акаша Дестроя. Кстати, Акаша не хочет скричать скрим, не знаю. Все-таки Крик это один из лучших скиллов у Акаши. 7 секунд КД, ну, можно было на 1, ну ладно, на 2 взять Шэдоу Страйк и уже максить скрим. То есть, как обычно идет раскачка. В 2 Кортик, дальше в Блинк один и максится третий скилл. Даже ульта не берется. Ну, это если вы Кортик в 2 раза брали. А если вы Кортик в 1 взяли, то там и ульту можно вкачать. В принципе, чтобы в соло-линию выстоять, Шэдоу Страйк можно качать. Но на гангах он не очень поможет. То есть, имел бы она сейчас пятый уровень, качала бы 1-1-3 и потом на шестом взяла ульту, получила бы седьмой, можно было бы прийти вниз и сделать дабл-кью. Но, к сожалению, с такой раскачкой она это сделать не сможет. Так, ОД. Будет ли ОД собирать Меку? Вот в чем вопрос. Либо же кто-то другой будет. Так, соло-линию у Шейкера кстати, у Шейкера шестой уровень сейчас будет и с эхо-сломом можно что-то и придумать. Сейчас выйдут у нас кентавра, стоит тут аппарат, айс-пад мимо, ну и здесь Эншент спокойно убегает. Оделывшись легким испугом. Так, на топе Скларк такая боевая раскачка в Макшен Дарк Пакт. То есть, это возможно так, снизу у нас приморозили кентавра и кентавр сразу же погибает. Еще за Продиджи побегут, на фейзах несется корова, удар, ну вот меняет удар, удар, посмотрите сколько много дэмоджей прилетает, но Продиджи отправляется в таверну и сейчас будут проблемы у аппарата. Если блинканется Акаши, вот, ульта на развороте надавать не рискнул. Так, блинкается Кортик в Шейкера крик, одного убил, ну и второй Акнаторий в этот момент цепляет Кокерка, поставил не очень грамотные Коги, но возможно даже выживет. Есть у него ботов, есть стики и еще хотел убить, но ошибся. Спокойно выживал, можно было бежать в леса по кустам, по полям, прожать стики откилиться ботком, но решил, что хватит дэмоджа на Сларка, а этого дэмоджа не хватило. И теперь Сларк живой, а Кокерк в таверне. Так, Шейкер прожал энч тотем. 400 дэмоджа. Удар. Фиссура, но не закрыл. Коняшка пробежала. Так, ну надо аппарату дать 6 получить. Все-таки с Айс Бластом можно уже быковать тому же Дестройера, быковать Шейкеру снизу. Да и Кокерк может влетать на хуке, запирать в Коге и туда влетает Айс Бласт. Под Коге можно практически любого минусовать. Единственный, кто это, Сларк может выжить, да, и Акаша. Только благодаря тому, что они имеют скиллы на уход. То есть прыжки всякие, блинки. Так, ну на топе. Кокерк подставляется, Кокерк включает роль такого, хотя нет, просто влетает на Хукшоте, Хукшоте туда влетает, Айс Бласт минус Огр, но возможно отъедет еще и аппарат. Не хватает маны Сларку на Шэдов Дэнс и Сларк погибает. Вот так неожиданность. Счет становится 8-4. Итоги Бойна. Говорят, что 1000 опыта заработали силы света и разница по золоту стала также около 1000. Так, ну графики. Графики у нас в нуле, но опыт тоже в нуле. 500 это ничего не значит. 500 это мало. Так, ну а Каша просто категорически игнорирует Scream of Pain. Так, тут вроде ОД вначале замахнулся, чтобы спрятать, но потом видит, что так, сейчас тут цензуру замажем. Так, но потом видит, что летает АС-Блаз, летит ракета, решил, что если он сейчас спрячет, то это будет ошибка. Так, снизу. Выход на кентарг. Хотя нет, просто вард поставили. Хороший вард, видно, кто будет подходить. Видно, если вдруг кентарг сюда спрячется. Но, в принципе, этот вард можно было ставить и сюда, и он бы давал тот же самый вижен, единственное, что вот это еще зона было бы видно. Так, на счет 8-4 ульта аппарата летит на топ, но там никого нет. Можно динайд тавар. Так, ну, хватит дэмэджа. Да, успевает Клокерк задинай тавар. Пока что охотно кромен был Клокерк. Видел, что на него бегут противники, но стоял он здесь, здесь был тавар. Подошел и задинай смолк. Да, видели, Клокерк пропинговал, значит, видели. Ну, надо было немного спрятаться, подальше куда он отойти, ООД здесь проблемы, сейчас, скорее всего, ультанет, да, ультанул, залетает айс-блаз, не будет. Клокерк в хукшот, залетает, Коги поставил стампида, чтобы кто-то убежал, но Огромаг не убегает. А вот кто-то этот ТХД спокойно на своих релях улетает. Так, ну, 10-5, ребята играют 4 на 5 и ведут по счету. Что же было бы, если бы они играли 5 на 5. Я думаю, ребятам сейчас тут из команды сил тьмы немного неприятно, что они проигрывают. Но это эти все преимущества, то есть чуть больше 700 золота по x5000 это очень мало. На такой минуте это практически не преимущество. Вот единственное, что у шейкера скоро будет даггер. С даггером он может прожимать вначале энч тотем, потом влетать с эхосклэба, ударять, класть фиссуры и еще раз нажимать энч тотем, там очень много дэмэджа будет. Требл, требл дэмэдж. Так. Двенадцатая минута, пока что никто не включает команду пять, точнее даже кто-то ее вообще не может включить. И все фармят. Ну фарм все-таки на руку. Команда сил тьмы. То есть рано или поздно преимущество в количестве скажется. Ну и плюс герои, которые которые зависят от магического дэмэджа, они просто контрятся у нас БКБшка. В миде у нас цепляет Дестройера, Огромаг в двойной мультикаст, Айзблаз залетает, нету у него Эклипса, Акаша кричит, но Огромаг возможно здесь отъедет. Да, Огромаг отъезжает, а вот Дестройер должен здесь выживать. Еще отпивается ботом, на всякий случай можно было спрятать себя в астрал, так что Дестрер здесь показал, показал всем какие у него большие истальные нервы. Так, Айзблаз летит вниз, точнее ракета летела, по миникарте посмотрел, со стороны аппарата что-то летело. Так, ну, Скварк вроде бы фармит, прилетает Акаша и сразу же ТП сейв. ТП аут прожимает кокверк и живет. Так вот, Скварк вроде бы фармил, а у него а нет, клей мой. Что Доблейд будет делать? Ну, не знаю, все-таки даггер здесь бы получше смотрелся. Либо он же просто собрал бы себе на статы, то есть собрал бы себе барабаны Сашу Яшу что-ли из Кади, но это, конечно, в идеале было бы. А в итоге он сделает себе что-то даблейд. Я думаю, здесь пацаны должны понимать, что Сварк будет делать что-то даблейд, все-таки увидели они клеймо, вряд ли это будет БФ-ка и по таймингу они купят себе Вижен. Снизу стать, убили Шейкера и принимается за Тауэр. Акаша блинкается, айс-класс мимо и Акаша здесь должна выживать спокойно. Хукшок залетает, но Акаша отблинковывается и успевает на последних там дико нех. Ну, рисковал здесь у нас. Суничу. Ну и Кокерк все-таки должен был понимать, что вряд ли он убьет Акашу. Надо было нажимать хукшот и возможно отходить и толкать именно Коками. То есть сюда куда-то бет толкал, дополнительный дэмэдж бы нанес. Там бы может кажется и с ракетки бы убил. Так, Дестроер. Дестроер будет судя по всему делать себе форстав. Так, Скварк подцепил ОД Стампида. Акаша залетает, Кортик, Фиссура отличная работа, ну и просто двух ультов убивает. А вот он Блинк Даггер на С-Шейкеры. Ну и в итоге получается, что ОД забайтил. Вот это поворот. Прошу прощения, друзья, тут надо было картиночку одну поставить. Так, ну собственно 13-6 у нас счет. Залетает, отличная работа. Ну, запирает в Хоги, Фиссура, ну и под Айс Бас это все залетело. Гуджоп ребята показывают грамотный тимплей, то есть снизу трехочковый закидывает аппарат, тут кладется Фиссура, отсюда залетает Кокверк, ну и это никто не может выдержать. Тут Кентавер с Даггером залетает на аппарата вместе с ДХД, ну и аппарат отправляется к праотцам. Счет становится 14-7. По графикам полторы тысячи ведут Силы Света, ну и по Экспе около двух тысяч. Так, ну что же, тут затарился смоками аппарат, но смоки для кого? Для Шейкера возможно. Кстати, Шейкер делает себе Аганим. Ну не знаю, может быть все-таки стоило бы задуматься о покупке Форстафа. Так, залетает здесь у нас на Акашу, не успевает ударить Сэнч Тотема и хотя туда ОД на хосте минус Акаша. Минус Квин оф Пейн, можно также продолжать преследование за Сварком, хотя его, конечно, тяжело здесь убить, но вдруг бы ошибся все-таки на хосте. 15-7. 4 на 5 играют ребята и ведут по счету. Кстати, вот если бы они играли 4 на 5, причем пятый был бы ливнуший, у них было бы все намного лучше. То есть, они получали за него дополнительное золото, они получали, там, когда Тауэр падает, за Тауэр золото на пятерых, а тут в итоге они получают так, что вроде как бы их так и должно быть четверо. Ну тут Клакверк в соло просто расправился с кор героем своих оппонентов. Тут Сварк немного решил пофармить через Дарк Пакт и как-то у него хп довольно-таки быстро кончилось. Так, Стампида убивает нас здесь, умирает точнее Акаша, но Акаши здесь не знаю даже что собрать. БКБ надо было первым митомом собирать. Все-таки Шейкер, Аппарат, Дестройер, Клакверк. Очень много героев, которые зависят есть ли БКБ или нет у оппонентов. Ну и Клакверк собрал еще себе в Годмейл, сейчас будет спокойно залетать, танковать, включать шипы и вряд ли его сможет то остановить. Так, ну и судя по всему команда 4 включает у нас силы света. Ну и сейчас если кто подставится, тот погибнет. ТХД, спад, Клакверку надо давать ракету и возможно даже кого-то цеплять. Тут Акаша. У Акаши ничего нет, у него даже первого блинстафа нет. Так, Шейкер, посмотрите, какие куски он просто отгрызает от Акаши. Она была фуровая, в него влетела ракета и он кинул фиссуру и с энча татема ударил. Она почти сразу же сдохла. Но это все говорит о том, что Акаша немного неправильный скилл билд использовала. То есть если бы Королева Боли все-таки ну на два взяла бы Даггер был бы не из Крин оф Пейн на четыре она бы дамэджи побольше вносила и могла бы в соло убивать аппарата. А сейчас она даже такое не может себе позволить. Вот она кстати Шэдо Блейд ну и видимо сейчас будет реализовывать его. Но как бы здесь его самого не реализовали Стампида цепляет здесь у нас ОД. Ну надо себя спрятать но скорее всего здесь ОД должен погибать минус Кокверк ОД также никуда не денется хотя Эклипс на развороте да очень все битые но в итоге это разменяли 2 на 1 даже 2 на 2 и 2 кила достались аппарату приблизил себя к Аганиму ну очень хорошая драка была в исполнении сил тьмы но очень много дэмэджа выписал ОД так здесь у нас сходит Акашу через Энч Тотем Фиссуру и Акаша пока что живет но тут Шейкер немного неправильно сыграл отличная отличная работа у нас от аппарата просто прочитал как идет Акаша ну в принципе на верде он ее видел но все равно то есть она сюда блинканулась и пошла и здесь аппарат ее уже приговорил надо было с инвиза просто дать Энч Тотем прям в упор ну и дальше через Фиссуру забирать Сварх пытается в соло убить Шейкера но Шейкер недолго думая нажал две кнопки и убил его вот он твой Шэдоу Блейд так летает Кокер на Кентавра подрубает Блэд Мэйл но Кентавра погибает счет 23-9 я представляю как что-то будет повыхать у ребят если они в пятером проиграют просто очень обидное будет поражение да я понимаю что скилл ребят сил света повыше но все равно в четвером всегда обидно проигрывать точнее в пятером всегда обидно проигрывать так подрубает Глиф возможно будет дефить хотя дефить без Кентавра дело себе дело неблагородное так летает здесь у нас на Акашу Энч Тотем но не успевает застанет Шекер и Квафа вымлинкивается Сварк пошел на охоту бежит в инвизи но если он будет драться он хотя ОД он может здесь убить под ультой бегает отличная фиссура влетает Клокер кого-то я слышу попал но Сварк выживает да Сварк спокойно выживает пингует Клокер непонятно кого но в этот момент Шекер убивает двухголовое чудовище подрубает Бладмейл Клокер понимает что где-то здесь Сварк бегает ну а Сварк решил выбрать Девавера так Паунс мимо но Д здесь скорее всего должен все-таки погибнуть еще форсается и есть сейчас ой ой хорошо здесь сыграл на СОД не испугался просто на развороте дал два удара и ультанул только хотел сказать если Сварк Паунс не попадет то он скорее всего погибнет да что время тратить на четверых процитировал аппарат своих оппонентов они в гобби такое писали так ну и судя по всему если удастся снести мид хотя бы минут через 5-7 то есть к 30-й минуте то есть все шансы чтобы победить именно в меньшинстве так ну и шейкер будет ли он уходить дэмэдж будет ли собирать дейдалос возможно Тараску так влетает на Акашу ну и просто с двух скиллов убивает ее даже фиссуры не понадобилось но теперь главное здесь ему выжить летает мультикаст джекиры поджигают сюда залетает айсбласт отлично айсбласт ракета айсбласт и можно разворот еще убить продиджи положить фиссуру но продиджи здесь скорее всего просто отступит летит ракета так ну попадает кокер куком в этот момент еще шейкера убили сварк приговорил его что-то пингуют что видимо угр на подходе так ОД ОД очень мобильный купил он себе даггер купил себе форстав но теперь его нереально тяжело будет убивать то есть если скварк не будет врываться он себя спрячет просто а потом прожмет даггера вот очередной Т1 падает в копилку ОД ну и полтолгра в принципе еще 3-2 в пользу сил света у Акаши до сих пор ничего нет купил он себе дудочку купил себе Sage Mask то есть даже первого обливия стафа нет так ну здесь ребята в очередной раз показывают хорошую комбинацию ракета плюс ульта аппарата знаете еще санстрайка не хватает то есть если бы санстрайк какой-то был то возможно хватало этих трех кастов чтобы убить хоть кого здесь кстати сварк купил 7 минус после шедо блейда ну почему бы нет так кенталер стомбит думал убивает его но видимо просто так чтобы никто его здесь не догнал так ну у аппарата появляется аганим айзвласт мимо но весь сварк уже под шедо блейдом унес свои ноги но кстати он видимо решил что фармить им надо будет и уходит в лейд но возможно это правильно все таки по товарам дэмэджа очень мало полетает кокверк на кокшоте оттагивает коками у сварка нету маны фиссура но и здесь сварк уже никуда не денется так ну просто отличная работа в исполнении кокверка и пок на высоте прочекал что сварка мало маны просто влетает ставит коги его отталкивает выжигает ману и здесь уже дело техники глиф ну это так чтобы оттянуть время и гг пишет акаша неужели гг либо фейк ну судя потому что акаша левается отклевает стэнпиды проюзна просто так ну и тут пишет в гилос плюс шепот поздравляем ребят выиграли они вчетвером